Здравствуйте. Я Вишневский Иван Алексеевич. Бывший тренер по борьбе. Мастер спорта в 1963 году. Еще было мне 22 года. Ну, немножко расскажу о борьбе. Как я занимался с детворой. Допустим, набрал я там 5 групп, 6 групп обычно у меня было. Это в группе 20 человек, кто ходили в школу. Две смены. Занимались у меня, допустим, с полдевятого и до десяти утром ребята. Это младшие классы. Старожаки занимались у меня в вечернее время. Там с трех часов и до девятнадцати. Вот. И так ежедневно. Кроме воскресенья. Вот. Ну, как давал я им упражнения для начала. Для начала. Упражнения, как и все борцы, и тренера. Начинается все на ковре. Или как сейчас татами. Разминка. Идет с разминки. Это так. Вращение головы. Круговые движения туловища. Ну, отжимания. Прыжки. Ну, в общем, все. Лазание по канату. Там гантельки. Штанга, гриф там или ломик. Любое там средство есть. Все это идет, входит в размин. Специфика еще занятий. Это как бы, вот. Для борьбы по парам. Разбиваешь. Допустим, там пять-десять пар. Разбил, расставил. Ага. Сегодня вы отрабатываете то-то. Допустим, борьба в партере. Сегодня захват, допустим, руки на ключ. Левой, правой руки. Меняетесь. Захват там на... За голову. Под руку. Вот. Или захват боковой за руку. Или там захват переворотом за ногу и голову. За шею, как говорится. Переворотом. Вот. Допустим, этого. И вот эти ребята отрабатывают. Вот эти движения. И оно как раз начинает. И по маленькому они там ковыряются. Они правильно не делают. Но пытаются. И так идет время. Месяц, два, три. Смотришь, начинает выделяться. У того получается, у того не получается. Ну, короче говоря, главное, чтобы ходили, занимались. Потом. Когда в партерочке, ага. Они уже координация движения у них там получается. Они ходят на тренировку. Ты им даешь всякие упражнения, чтобы они падали правильно. Не травмировались. Вот. Потом даешь в стойке. Ага. Отработка. Подход там. Бросок через спину. Ну, как говорят. Беря бросок через бедро. А там, допустим, захват такой-то. Можно за две руки. Можно за руку, за голову. И подход. Имитируешь. Подходишь без бросков. Потому что они коряво делают. И новички могут травмировать. Кимичным местом всегда друг друга ковыряют. И, не дай бог, позвонки шейные. Вот. В таком плане они делают. Потом, когда они уже, как говорится, с полгодика позанимались, окрепили. Уже не страшно, что они будут падать. Идут броски. Ага. Бросок через спину. В левую. В правую. Там вертушечку сделаешь. Там за пяточку взял. Сбил колено. И за пяточку сбил его. Забежал. Поднял. На обратный. Ну, в общем, все то, что я говорю, они делают. Но это с каждой тренировкой отрабатывается прием. Контприем. Постоянно. А если ты попал в партер. Со стойки. Ты должен с него уйти. Вот. Если ты, ну, сейчас-то такие правила. 20 секунд ничего не сделал. Поднимай стойку, продолжайте в стойке. А раньше было так. Сбил и пошел, и пошел, пока не заломаешь его. И борца всегда шея была хорошая. Шею качали. Мастили хорошо. На лопатке это вряд ли. Вот. Ну, я смотря, как попадусь. Вот. Ну, и вот это вот такие. Теперь мешки у нас были для отработки. Приемов. Что такое живого человека так кидать? Влево-вправо. С прогибом. И что такое мешок? Допустим, в минуту надо бросить там 15-16 раз. В 17 минут. Это так. И стал. Раз. И пошел. На быстроту, на резкость. Вот это. Вот это отработка с чучелом. Они были у нас для детей. У нас маленькие были. Чуть побольше для старшаков. Еще больше. А то уже. Ну, там как чучело. Половина. Пару ведер песка внизу. Обыкновенно. А тут, где рука и голова, тут вата. Прессованная. А там песок. И нагрузка хорошая. Если так за тренировку, вот допустим, отрабатываешь прием, бросок через грудь. В левую, в правую сторону или через мост с прогибом. Через борцовский мост. То есть, если ты 200 раз пульнешь, то тут грудь вся шершавая. То футболку надо одевать, потому что ожоги получается от мешка. От трения. Вот это такие. А потом борьба спарринга. Даешь им спарринг. Поставил по кругу их. Ты борешься с этим, ты борешься с этим, ты борешься с этим и так далее. И потом они идут, меняются. Вот у них там, допустим, пять пар. Вот они пять и отборолись. Но только с разным. Вот тогда у них получается. А самое лучшее, это когда матчевые встречи делаются. Соревнования там. Начинается с клубных. Потом матчевые встречи. Потом соревнования. И так далее. Но сейчас такого же нет. Сейчас лимита нет. Денег нет. Тогда при советской власти это все было. Можно было возить и на кубки, и на чемпионаты Украины, на чемпионаты области, и на призы Артема. И Блюхера были. И каких только не было соревнований, можно было возить ребенка. А сейчас, если у папы есть деньги, а я его подготовил, а у папы денег нет, я не могу его повезти. Потому что он зарабатывает очень мало. Это ж так, что сейчас кругом так. А так в основном тренировка должна быть. Если начал с мальчика, то его до кондиции, как говорится, пускай мастером спорта не будет, пускай он не будет КМСником, но будет здоровым парнем. Я уже там говорил перед этим, что я желаю, чтобы семья была здоровая, чтобы анаболиков всяких не употребляли, меньше курили, меньше в бутылку заглядывали, а занимались здоровым образом жизни. Вот это самое главное. Вот как у меня, как говорится, Эдуард Еременко. Дай Бог ему здоровья. Что я ему желаю, это здоровья, здоровья, здоровья.